Добрый день! Презентация, которая сегодня планировалась, посвящена достаточно конкретной узкой теме в рамках схемотерапии. Для того, чтобы ее понять и увидеть с практической точки зрения, мы немножко остановимся на общих подходах схемотерапии. Итак, схемотерапия – интегративная модель помощи пациентам, которая зародилась в конце 80-х годов, когда Джеффри Янг, основоположник этого направления, увидел недостаточную эффективность традиционных CBT-подходов, методов, техник. Он тогда работал в институте с Аароном Беком для лечения устойчивых глубоких эмоциональных нарушений и личностных расстройств. Не вдаваясь в теорию, у нас сегодня не так много времени, я бы хотел кратко описать курс схемотерапии, из чего он состоит. Первые вещи, они общие для всех направлений схемотерапии. Это безопасность, контакт, связь, установление связи с небольшим только дополнением, ну, небольшим относительно по названию, а в целом я считаю, что это было революционное и смелое утверждение Джеффри Янга, что терапевт выполняет роль замещающего родителя. Вот прямое утверждение, что в терапии терапевт занимает родительскую позицию, это было очень таким смелым, откровенным шагом. И это замещающее родительство влияет и на установление контакта, и на терапевтические отношения. Если коротко, то смысл, функция его в том, чтобы помочь пациенту удовлетворить базовые эмоциональные потребности, которые были фрустрированы в детстве воспитателями или отсутствием воспитателей, не просто удовлетворить их в процессе терапии, но научить пациента самостоятельно удовлетворять их. Затем идет диагностика и концептуализация, ориентация в психологическом образовании. И здесь это образование рассматривается достаточно конкретно, не надо читать лекцию обо всей схемотерапии, о подходах. Берутся только те режимы и схемы, которые актуальны для данного пациента. И здесь же очень важный этап – перевод симптомов, проблем пациента на язык схемотерапии, на язык схемы режимов. А дальше, после того, как концептуализация сформирована, понята пациентом, пациент соглашается, да, вот то, что мы нарисовали, сделали, рассказали, соответствует тому, что происходит у меня внутри. Заключается контракт, ну, он может быть устный чаще всего, на то, на план лечения. Исходя из концептуализации, мы строим план лечения, получаем согласие пациента и переходим к работе по изменению режимов. Вы знакомы с режимами? Да, детские, родительские режимы критика, копинговые режимы здоровые. Здесь очень важна последовательность. Очень часто у начинающих терапевтов возникает вполне обоснованный соблазн работать с критиком, работать с теми негативными посланиями, которые, ну, соответствуют рациональным мыслям, автоматическим мыслям, которые мешают пациентам воспринимать мир, управлять своими действиями, устанавливать отношения. Потому что, может быть, это более эффектная часть работы в схемотерапии. Но если при этом нарушается последовательность, и, например, работа по устранению наказывающего требовательного родителя происходит вполне эффективно в рамках терапии до преодоления копингов, то получается интересная вещь. На сессии пациент устанавливает контакт на уровне уязвимого ребенка, может быть, впервые проявляет какую-то сердитость или недовольство по отношению к родительским или критическим посланиям. Усваивает, соглашается, понимает, вы видите эмоциональный отклик. Он приходит домой, на следующей сессии или между сессиями вы получаете известие о том, что там попытка суицида или какой-то конфликт, или связанный с работой или с семьей. Почему? Потому что если мы нарушаем эту последовательность и идет работа с последующими режимами до преодоления копингов, то с терапевтом они ослабевают, а в жизни усиливаются. И отсюда очень часто возникает эффект «не работает». Работает, если правильно применять. Итак, проникновение через копинги, контакт и защита уязвимого ребенка, устранение режима наказывающего требовательного родителя и канализация гнева. Гнева сердитого ребенка, то есть обучение безопасным способом его выражения. И затем работа по усилению автономии, усиление режима здорового взрослого и развитие режима счастливого, радостного ребенка. Ну, обучение, да, первая часть, с чего начинается, собственно, работа по психообразованию, основы схемотерапии, объяснение моделей и теологии. Сейчас мы посмотрим, в каких разных формах можно это представлять. Снижает не только потребность самообвинения, но и чувство как бы уникальности беды. Человек начинает видеть, что это достаточно известные и понятные механизмы, которые не только у него срабатывают. Как это можно связать вместе с его конкретной ситуацией и установление общего дружественного языка. Это очень интересно, потому что традиционно те 18 схем, которые Джеффри Янг выделил вначале, они имеют вполне четкие научные названия. Во-первых, их много, во-вторых, эти названия имеют такой терминологический характер, и пациенты часто путаются. И вот как раз модель режимов позволила, которая была введена позже в модели схем, позволила установить такой человеческий взаимный язык. Потому что режимы, несмотря на традиционные названия, которые им дал Джеффри Янг, могут и, в общем-то, чаще всего рекомендуется называть частными, специальными именами, которые близки и понятны пациенту. Ну, такие примеры мы, может быть, сегодня затронем. Ну, это просто, чтобы напомнить вам детские режимы. Детские режимы – это непосредственная спонтанная реакция, эмоциональная спонтанная реакция на неудовлетворение потребностей. Она может проявляться в виде режима уязвимого ребенка, печаль, беспомощность, слабость, покинутость, одиночество. Сердитого ребенка, который требует удовлетворения этой потребности, причем часто достаточно агрессивным образом, который может восприниматься как реальная агрессия. Дайте, вы плохие, отстаньте. И не всегда легко понять, что за этим вскрывается сердитый ребенок, а, например, не нахальный агрессор или какой-то другой режим. Импульсивный ребенок – это когда потребность не может быть удовлетворена, и она замещается каким-то импульсивным действием. Ну, хочется любви, тепла и заботы, а человек открывает холодильник, достает мороженое и объедается на ночь, хотя давал себе слово это не делать. Дальше. Дисфункциональные родительские режимы. Ну, вы можете встретить разные названия, это известная история. Янг их назвал родительскими режимами, хотя на самом деле это в основном когнитивное образование, связанное с интерроризированными посланиями, усвоенными в детстве от воспитателей. Там не только родители, там братья, сестры, учителя, тренеры, священники, полицейские, то есть соседи, все, кто в раннем возрасте так или иначе влиял на формирование личности ребенка. Но то, что их назвали родительским, вызвало у Янга большие проблемы в Америке. Одна из авторитетнейших лоббистских организаций, Американская родительская ассоциация, сказали, что это плохое направление, это плохая терапия, потому что она дискредитирует понятие родителей. Родители тут плохие, поэтому в Америке схемотерапия пока развита гораздо меньше, например, чем в Европе. В одной Голландии схемотерапевтов, сертифицированных в два раза больше, чем во всей Америке. Но современные авторы, в частности Джон Фаррелл и Айда Шо, предложили другое название. Они предложили называть критиком. Это имеет несколько смыслов. Во-первых, лояльность, так называемая лояльность по отношению к жестоким, в том числе жестоким наказывающим родителям, очень часто мешает установить контакт с уязвимым ребенком и поменять режимы. А во-вторых, это дает более широкий спектр актуализации воспоминаний, кто именно влиял, кроме родителей, на формирование этих схем и режимов. Итак, у нас есть наказывающий родитель, требовательный. Затем Арна Арнс с авторами добавили обвиняющий или вызывающий вину родителей. В последнее время наши пациенты предложили еще четвертый тип родительского режима критика. Это запугивающий, вызывающий страх. Третья группа режимов – дезадаптивные коппинги. Известны три классических коппинговых стиля. Здесь нужно иметь в виду, что коппинговые стили относятся к реальным событиям, которые могут угрожать человеку. И тогда актуализируется один из механизмов бить, бежать или замереть. Но в данном случае мы говорим не о коппинговых стилях, а о дезадаптивных коппинговых режимах. Потому что в данном случае коппинги направлены не на события, а на схемы, которые актуализируются. Это три типа. Капитулянт, отстраненный защитник, разные формы избегающих коппингов, например, отстраненный защитник. Гиперкомпенсатор – тоже различные коппинговые режимы. Контролер, перфекционист, нахальный агрессор, самовозвеличиватель и так далее. Ну и есть хорошая новость. Если все 18 схем у нас дезадаптивные, то среди режимов есть два здоровых режима. Это здоровый взрослый и счастливый ребенок. Ну, я попытался тут, это похожие аналогии, японские маски, немножко, может быть, не знаю, насколько удачно они выражают эти стили. Вот чем отличается, кстати, видите, отстраненный защитник, ему может быть достаточно хорошо, он еще чем-то утешает себя, но, в общем-то, он отключен от мира, от окружающих. Ну и здоровый взрослый имеет достаточно светлый, открытый взгляд на реальность. Вот эта концепция режимов, она носит трансдиагностический характер и позволяет объяснить многие симптомы и симптомокомлексы, которые мы наблюдаем в психиатрической и околопсихиатрической практике. И если мы, например, рассматриваем наличие вот этих режимов, у нас есть детские режимы, это родительские режимы критика, коппинговые режимы и, допустим, различные проявления. Очень легко соотнести большинство клинических проявлений с тем или иным режимом. Ну, например, страх отвержения, да, это связано с уязвимым ребенком. Слабый, пониженный контроль гнева, неконтролируемые вспышки. Это, скорее всего, сердитый ребенок. Я говорю «скорее всего», потому что там могут быть нюансы, которые уточняют, и это может быть другой режим. Чаще всего это сердитый ребенок. Импульсивное поведение, импульсивный ребенок, самоповреждающее поведение, как правило, связано с сильным развитием режима наказывающего требовательного критика. Если они часто повторяются или интенсивно относятся, мы получаем более устойчивые симптомокомплексы вплоть до диссоциативных расстройств личности, которые связаны, допустим, с избегающим режимом. Что это нам дает? Если мы объединяем эту клиническую картину и переводим на язык режимов, получается достаточно понятная, во-первых, возможность объяснить и представить это пациенту, не загружая его лишними терминами, а во-вторых, дать очень понятную и прогностическую модель лечения. Это два примера, допустим, избегающие расстройства личности и пограничные расстройства личности. Картины наличия режимов у них очень близки. Это очень маленький, недоразвитый режим здорового взрослого, очень сильный критик, уязвимый ребенок, покинутый, обиженный, одинокий и копинговые режимы. В пограничном добавляются еще гиперкомпенсаторные копинговые режимы, которые в избегающем расстройстве личности практически отсутствуют. Теперь вопрос, как это представить пациенту? Нам, конечно, нужно добиться понятного и убедительного представления для пациента. И здесь работает и психообразование, и, допустим, различные графические формы. То, что мы используем при обучении, очень хорошо воспринимают и пациенты. Этиология схемы режимов, нарушений личности. Есть глубинные детские потребности, связанные с безопасностью, здоровых границах, свободе выражения эмоций. Если эти потребности удовлетворяются, не удовлетворяются в детстве, это может быть очень жесткое или игнорирующее воспитание, или гиперопекающее, или жестокое наказание. Если это сочетается еще с эмоциональными особенностями темперамента, скажем, высокой лоббильностью, неустойчивостью, возникают дезадаптивные схемы, как устойчивые когнитивно-эмоциональные образования, включающие и телесные ощущения. Но схемы не включают поведенческие компоненты. Если эти схемы активируются, мы потом посмотрим, как можно это достаточно понятно и ярко представить для пациентов. Если они активируются какими-то внешними обстоятельствами, включается режим. Например, режим детский режим, уязвимый, рассерженный, импульсивный ребенок, дисфункциональные родительские режимы или копинговые. И если эти режимы очень быстро и часто сменяются, что мы наблюдаем, например, у пограничников, то это приводит в том числе и к устойчивым нарушениям личности и глубоким эмоциональным расстройствам. Концептуализация, собственно, к теме. Как это все представить понятно пациенту, чтобы его не запугать, а наоборот вызвать достаточно оптимистический настрой на совместную работу по изменению режима. То, что мы излагаем свою картину, это все общие вещи. В какой форме? Формы концептуализации клинического случая в схемотерапии. Существует краткая форма. В 2012 году предложено Джо Фаррел и Шоу. Подробная форма. Это традиционное то, что в работах Янга еще в 2003 году было. И в этом году введена новая полная форма. Она более объемная, более структурированная. Усилие группы создателей. Мы это разрабатывали в Международном обществе схемотерапии. Но кроме того, мы еще выделили и различные формы представления концептуализации. Не только объем, но и представление. Она может быть устная, табличная, графическая, предметная, ролевая. И вот тут мы, наконец, за 9 минут до окончания сообщения переходим к основной теме. Название. Как это представляется? Ну, возможно, и комбинированные формы. Краткая форма представляет собой перевод к одной конкретной проблеме на язык схемы схемотерапии. Это очень важно учесть, потому что даже если мы начинаем с одной малозначимой проблемы, как правило, не стоит, не рекомендуется вначале браться за более болезненную ситуацию, то мы постепенно переводим на язык, смотрим, какие режимы присутствуют, какие схемы, какие потребности. Составляем такую табличку. И она позволяет уже начать работать с конкретной ситуацией. Потом чаще всего оказывается, что даже сложные болезненные проблемы презентируются в жизни пациента по тому же механизму, как и маленькая, небольшая. Это карта концептуализации, которая была предложена Янгом. Это вот современная форма концептуализации, которую вы можете найти на сайте. Графическая концептуализация. Одно дело рассказать пациенту, другое дело табличку. Но это все нагрузка на когнитивную сферу. А поскольку схемотерапия предполагает единство всех трех каналов воздействия, когнитивный, поведенческий и эксперименциальный, то мы искали способы, как можно это представить более наглядно, чтобы включились еще и образные механизмы. Это очень важно, потому что не все проблемы, в том числе и когнитивные составляющие, скажем, родительских критических режимов, они не всегда представлены возможностью вербализовать. Потому что очень многие травмы происходят в довербальный период, где-то до двух лет. И достать их оттуда можно только с помощью усиленных, эксперименциальных, эмоционально фокусированных техник. Ну, например, существуют события. События вполне внешне нейтральные. Неважно, кто-то хлопнул дверью, кто-то нахмурил брови. Я беру такие простые вещи. Кто-то стал, много людей стали входить в помещение. События, в общем-то, нейтральные, имеют много разных аспектов. Но, наталкиваясь, встречая фильтр схемы, через которую они проходят, эти события трансформируются. Каким образом? Ну, вот любая из этих схем может служить фильтром. Ну, например, если схема покинутости, и существует мощное, так сказать, не только убеждение, но и эмоциональное чувство, что меня все бросят, никто не может со мной оставаться долго, что я не достоин внимания, то тогда даже косой взгляд или вот случайный, допустим, во время выступления кто-то вышел, да, хлопнул дверью, и моя травма покинутости, конечно, активизируется, может воспринимать это как травма. Что происходит? Просто проходя через фильтры схем, информация об этом событии превращает его в триггер. Некое субъективное восприятие опасности, триггер, который характеризует опасность, активизирует прежде всего режим уязвимого ребенка. Чувство беспомощности, слабости, покинутости, недолюбленности. Как правило, если схема выражена достаточно сильно, то это состояние непереносимо, и от этой боли хочется сразу избавиться. И существуют разные способы. Это то, что я сейчас рисую, это один из вариантов, чтобы понять принцип. Следующий режим, который включается, если не слышит, это режим сердитого ребенка. Хорошо, если он включается, потому что это все-таки сценический компонент эмоционального функционирования. Он пытается докричаться и потребовать, а что же такое, да, куда вы идете, прекратите выходить из зала, не нарушайте дисциплину, перестаньте разговаривать, не пишите и так далее. То есть я, допустим, как лектор, может начать требовать. Что дальше происходит? Но когда человек ведет себя сердитым образом и повышает голос на того, кто как бы должен удовлетворить его потребность, включается режим критика, наказывающего или требовательного родителя, который говорит, это плохо, ты сам виноват. Причем, если ты, это еще хорошо, это во втором лице более низкий уровень интерроризации, хуже, если это уже переведено на язык от первого лица. Я плохой, у меня ничего не получается, я неудачник, я не стою этого. Но этот режим критика, он направлен на уязвимого ребенка, и интенсивность, вот эта уязвимость, она значительно возрастает. И становясь непереносимой, вызывает необходимость копинга. Это может быть гиперконтролирующий, гиперкомпенсаторный копинг, когда человек прикладывает максимум усилий для того, чтобы не пропустить ничего и чтобы не вышло из-под контроля. Это может быть копинг самоутешения. Ну, хорошо, это не получилось, зато я могу, не знаю, там, интернет, вкусная еда, игры. Кстати, любая здоровая деятельность, пробежки по утрам, уборка квартиры, воспитание детей, уход за цветами животными, любая здоровая деятельность может носить форму гиперкомпенсаторного копинга в том случае, если она позволяет человеку не контактировать со своей эмоциональной проблемой, не контактировать с возможностью механизма удовлетворения потребностей. Ну, и наиболее часто встречающийся, особенно в клинике, копинг – это отстраненный защитник. Когда все покрывается такой серой пеленой, ничего не происходит, все нормально, все хорошо. Что нам дает такое графическое изображение, концептуализация? Оно дает нам, во-первых, понятный механизм, что, почему происходит. Во-вторых, пациент смотрит на это со стороны – это уже определенное извлечение изнутри. Есть такое забытое народное слово – разотождествление. Ой, я, кажется, правильно его выговорил. Да, собственно, это чаще всего и происходит, когда они начинают смотреть на это со стороны. Но есть еще один плюс в такой концептуализации. Она дает нам план лечения. Потому что лечение в данном случае будет, если вы помните последовательность, о которой я говорил в начале, она будет проходить в обратном порядке. Мы преодолеваем копинги, разрушаем, уничтожаем критика, учим сердитого ребенка выражать свой гнев, эмоции безопасно, исцеляем и утешаем уязвимого ребенка, и тогда события меняются, ослабевают влияние схем, и события воспринимаются более адекватно, и возникают возможности для здорового, взрослого решения. Ну, это другая форма концептуализации. Например, представление режимов в виде такого пирожка. Его лучше от руки рисовать вместе с пациентами, потому что тогда включаются не только чисто когнитивные, но и психомоторные, сенсорные элементы. И это, конечно, обогащает представление пациента о той картине, допустим, нарушении, или картине внутренней жизни, которую мы вместе собираемся менять. Ну, это еще один вариант концептуализации с помощью фигурок. Это концептуализация пациентки, которая здесь представлена. Тут и сердитый режим, и счастливый ребенок, и, так сказать, критик. А это серая мышка. Мышки не было, она почему-то зайчика выбрала. Эта серая мышка казалась уязвимым ребенком. Мы очень долго работали, а что этот уязвимый ребенок делает? И на когнитивном, при обсуждении этих режимов, трудно было найти решение. Но когда она стала манипулировать, переставлять, и расставила их в таком порядке, возник инсайт. О, эта серая мышка контролирует их всех. И тогда у нее возникло, ага, это не мышка, это целый монстр. И оказалось, что эта серая мышка, которая о себе плохо думает, я некрасивая, со мной никто не будет общаться, причем это внешне, так сказать, успешный, достаточно адаптированный человек, но в личном плане очень много проблем. Это монстр, который все контролирует. И только после этого мы получили доступ к тем родительским посланиям, которые на первых этапах отрицались и не могли быть актуализированы. Ну, это еще один вариант концептуализации, когда мы можем такую мультипликацию представить. Я просто экономлю время. У нас буквально несколько минут. Я здесь... Сколько минут? Две минуты. Две? Отлично. Тогда вот я вам хочу показать еще один вариант. Очень понятная и красивая мультипликация. Не всегда на сессии это удобно делать. И что мы думали? Мы решили, как же это сделать интерактивным. И возникла вот такая методика, которая сейчас достаточно широко применяется. И зарубежные терапевты используют. Мы, так сказать, проводили это обучение на разных форумах и сессиях. Кружочки разного размера с разным цветом. И что делают пациенты? Пациенты выбирают цвет, режим, величину, раскладывают эту последовательность, фактически моделируют развитие и смены режимов руками. С обратной стороны, вот это пример раскладки режима, с обратной стороны пишут послания, те, которые соответствуют каждому режиму. Они могут их переворачивать, они могут ими манипулировать. И отзывы, не просто отзывы, да, есть клинические, так сказать, контролируемые исследования, а отзывы такие, я понял, что с ними можно что-то делать. То есть мы не просто рассказываем, а за счет интерактивного взаимодействия мы даем пациенту возможность получить контроль над этими режимами. Фактически уже с первых занятий, с концептуализации, с диагностики активизируется здоровый взрослый, который, собственно, этот режим и призван управлять другими режимами, выстраивая их в нужной здоровой последовательности и добиваясь исцеления и положительного взаимодействия. Ну, здесь некоторые принципы, которые используются в концептуализации, которые дают нам право утверждать, что концептуализация в схемотерапии является очень важной интервенцией. Вот я почти уложился, да, мне пришлось немножко гиперкомпенсацию включить, да, ничего, что это быстрее говорить, но я думаю, что я контролировал этот режим. Спасибо вам за интерес и внимание. Это наш адрес нашего Института схемотерапии в Санкт-Петербурге. Если у вас будут вопросы или желание что-то узнать, чему-то научиться, добро пожаловать. Павел Моисеевич, спасибо огромное за выступление.